не хочу так ждем пока люди приходят не знаю если они конечно придут желатина побольше потому что мне очень скучно что мне на голове не знаю мне пойти погулять не пойти нет не хочу да факт мне 14 чего мне всю эту фигню предлагаете я не делаю приватые люди господи я не заходила перископ месяца два а тут уже все деньги какие-то заплачу и все такое нет отстаньте пожалуйста это одна ну то есть это одна такая просто вот на одной ну блин это одна короче вот сама застежка то есть это все один экскурс ко мне часто подходите подай мне одну цепь это одна я не могу дать отстань ну в принципе я не это мое так что я никому не отдам и мне запуталась отдадим браслет что я не поняла ну да ладно а нет я поняла ты шо дура реально перископ как то очень сильно изменился и тут появилось больше ненормальных людей раньше если ко мне заходили то я со всеми болтала нормально а тут как бы и деньги предлагают и тут даже никто не написал привет о написали ну и как обычно из берлина нет ну типа раньше ко мне нормальные люди приходили ну может и ненормальные это не знаю но они типа писали рассказывали какие-то истории задавали вопросы я на них отвечала блин а сейчас реально меня бесит ко мне никогда раньше не заходили по поводу типа давай заплачу сколько стоит приват нет конечно иногда заходили типа раньше гоф приват но я типа такая нет все отстань ну не знаю они как бы редко ко мне заходили вот так вот нет спина до ужаса болит боюсь это за школу если честно эти рюкзаки мне надо таскать по 5-6 учебников вчера я вообще таскала с собой 7 мне вчера было 8 уроков это так бесит 8 уроков ну ладно 7 уроков и курсы класс 5 учебников уже тяжело но типа 5 учебников тетрадки тетрадки ну типа дополнительные тетрадки для практических работ пенал я часто беру с собой бутылку чтобы пить в школе также у меня свои типа гигиенические вещи расческа дезодоран там духи то есть я же еще девушка я еще беру с собой косметичку то есть у меня это еще плюс много там грамм не знаю а также физкультура тоже если есть в этот день физкультура я ложу в портфель но слава богу у меня какое-то время будет освобождение сегодня я не пошла на физкультуру потому что не видела в этом смысла она все равно была последним я просто ушла домой я просто ушла домой не знаю я хочу по тебе погулять но мне не с кем а как насчет прокладок ну так одна прокладка и все ну про запас она ж не весит там сто килограмм блин она ж вообще как я ж не целую пачку с собой брать буду что училки говорят про учебники ничего ну типа есть учителя типа берите я испугалась 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 основное уведомление когда у меня никто не пишет и тут резко пришло уведомление нормально это одна цепь я забыла что а про учебник нет есть такие учителя которые говорят берите с собой типа обязательно учебник но некоторым просто пофиг но проще всегда брать все с собой учебники потому что у партнера по партии может не быть учебника и придется искать по всему классу дайте учебник и при даче это не очень то и удобно когда один учебник на одну парту то есть реально это для меня не удобно а ну типа учителя ну им пофиг типа они если бы они хотели они бы нас пипец уже загружали я не приму заявку они бы нас уже пипец загружали типа если бы они реально могли они бы нам еще и кирпичи в рюкзаке в рюкзаке ложили типа после школы вы идете на стройку ну реально они реально большинство учителей нас ненавидят это чувствуется также мой классный руководитель он нас ненавидит он к нам просто негативно в даче он как это называется женоненавистник короче он не ненавидит девушек ну типа людей у нас по-женскому род пола он их ненавидит нас нас он нас ненавидит просто он из-за ничего может к нам доебаться и это так бесит он вот реально так же и в предыдущем он историк мы его каждый день видим ну если в прошлом году мы его видели два раза в неделю или три раза в неделю теперь мы его каждый день видим потому что в понедельник у нас информационный час во вторник у нас история беларуси в среду у нас общество в четверг у нас классный час и в пятницу у нас история всемирная класс у него же у него есть и жена и дочь но он нас он наверное ненавидит подростка я не знаю что его наверное вот у нас было такое предположение и даже если не предположение может даже кто-то так сказал кто-то рассказал я не помню точно но я помню у нас какое-то время ходили такие слухи то что его когда он был студентом или когда он преподавал где-то там в колледже или где в универе то его очень сильно гнобили ученики поэтому он стал нас ненавидеть и он всю свою ненависть на нас то есть если вот реально у меня подруга она хорошо рассказала тему она все отличненько все конфетка а он такой ну ладно так уж и быть семерочка с натяжечкой серьезно да любой бы другой учитель поставил бы десятку он а если вот пацан который ничего не знает он рассказывает на восьмерку он же ничего не рассказал большинство это ты говорил господи реально он нас не найдет просто иногда мы берем и записываем все наши разговоры на диктофон чтобы если что то он не так ляпнет просто подошла подошла к маме к папе не знаю включила диктофон ну типа не диктофон а запись на суше как он с нами обращается сегодня у меня так одноклассница делала включила диктофон но слава богу в этот день он ну типа нет он докапывался но именно для для этой девочки нет так как вчера он такой типа ну марина мы знаем то что ты там ну нет он не так он он как он сказал ну типа а алкоголь же это вкусно сигареты тоже типа да да марина а это девочка марина она реально хорошая она самая тихая у нас в классе она не ну ни о чем таком и мы такие типа что и мы бы уже поняли если он даже тот же пример на моей второй однокласснице которая действительно там ну по крайней мере выглядит так как мы типа я не знаю как объяснить она такая боевая такая хоп-хоп-хоп но она и пьет и курит и дело в том то что мы бы уже поняли если бы он пример на ней сделал но на тихоне это странно так я не читаю так а ты так нуждаешься чтоб тебя любили причем все это ладно если честно кроме шатты это реально ты совсем очень красивая девушка спасибо а вешалка и более складно говорит ну и типа говори с вешалкой шизофреник ты на гагарину похожа блин мне не понравилось то что типа там кто-то написал то что цепи прибавляют мне какие вы надоели блин хотя он не тот если вам не нравятся цепи я их сниму только не надо бы потом писать а типа ну нам не нравится это твоя тишка ты ее типа тоже снимешь нет я ее не сниму может быть ему и нравится над нами издеваться мы не знаем по сакам читаешь ты понимаешь блять я не успеваю читать она убирается нет я парня не кинула ты с минска нет я не с минска но близко ты хоть на критику реагируешь ну типа мне что не реагировать на критику если я пытаюсь не то что угодить всем можно в принципе можно и так сказать когда уже кинешь да в этом месяце у нас не полгода будет боже действительно это очень странно да девушки я на дуне пишите хай пишут если хотят хай пишут нет мне то что понял 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 обработал я в прошлом году была во вторую смену теперь я в первую очень непривычно просыпаться в 6 часов так как я просыпаюсь сейчас в 6 часов я не высыпаюсь а когда я не высыпаюсь я злая поэтому я в последнее время очень часто с кем-то ссорюсь и своих друзей с парнем могу ничего не на родителей накрещать я рано ложусь я ложусь в 10 часов я могу иногда даже в 9 лет я не высыпаюсь я не знаю ничего с этим делать придачу на 2 недели я не ходила в школу то есть я просыпалась в часов 10 9 10 иногда 8 и так как я за эти две недели снова отвыкла от режима вставать рано утром придачу я на этой неделе себе я уже еле-еле встаю если я уже привыкла ну там я может недели две-три привыкала чтобы просыпаться рано утром а сейчас мне снова придется и так раздражает я ненавижу первую смену да это удобно я прихожу домой где-то в час дня в час два часа иногда в двенадцать и все я делаю уроки час-два и все я иду гулять я свободна а во второй смене я просыпалась делала уроки шла в школу приходила домой мылась и умывалась и ложилась спать с ней что ли спасибо многие говорят то что внешне и внутренне это два разных человека то есть если я могу выглядеть как не знаю какая-нибудь там бичкер который может тебя просто послать куда подальше или как-то тебе нагрубить то я вообще типа не такая мне очень трудно нагрубить человека даже если этот человек мне столько гадостей сделал даже если у меня что-то очень плохое говорил я никогда нет я могу но мне будет очень трудно сказать ему гадость это реально я поначалу думала что это пафосная вот это я и говорю то что реально вот я могу выглядеть так типа есть такая поговорка которую я забыла я реально забыла ладно ну реально есть даже такая поговорка то что типа а а когда внешне один человек а внутри другой ну я не помню со мной реально вот много кто уже когда начинал общаться такие типа Маш мы реально думали то что ты какая-то бич и мы с тобой не подружимся но когда они вот буквально дать им со мной поболтать минут десять они понимают какой я человек боже спасибо мне очень нравится когда мне реально вот говорят подобное потому что я человек я закомплексованная в себе я сама себе не нравлюсь то есть если мне кто-то говорит то что я красивая я очень радуюсь тому что я понравилась этому человеку потому что я сама себе не нравлюсь я не считаю себя некрасивой не с хорошим характером я иногда пытаюсь под кого-то косить у меня это не получается я снова становлюсь собой я не знаю спасибо спасибо мне столько человек я помню я даже как-то в перископе завела эфир из-за того что я очень сильно комплексовала из-за своей внешности мне в тот день гадости написали по поводу моей внешности по поводу характера какой я человек на самом деле хотя никто не знает какая я на самом деле тот же мой парень мы с ним четыре года общаемся пол года уже встречаемся нет мы уже даже около пяти лет с ним общаемся он только он знает какая я на самом деле только он все остальные друзья они думают то что я очень веселая позитивная то что я общительная очень может быть да они видят во мне только позитив и оптимизм но и только мой парень знает какая я на самом деле то что ночами я могу плакать то что я очень депрессивный человек у меня есть знакомый я познакомилась через моего парня с ним то есть он познакомил мы с ним общались где-то час ну то есть час мы где-то были знакомы потом отошли с ним в сторону он такой типа ну поговорить он просто пошел покурить и так за компанией но я не курю нет я не курю я просто за компанией поговорить и все такое узнать друг друга получше и он такой типа говорит Маш мы с тобой общаемся час Но я уже понял, что ты депрессивный человек по твоим действиям, по твоей разговорной речи, по твоим тикам. То есть я могу даже сама не замечать, как я часто поправляю волосы руками, что-то делаю. Он это заметил, он понял то, что со мной что-то не так. И он даже назвал тот факт, почему у меня может быть депрессия. Но он не назвал точно, он сказал или семья, или отношения. Может быть даже учёба, но это маловероятно. И он реально попал в точку. Дело в том, что это из-за семьи, из-за отношений. Я себя так и веду. А теперь прочитаю, что я не читала.